Никто не ожидал, но снова наступила пятница. Время новостей. В этом выпуске объективы Tamron, улучшенный слайпод МОЗа, широкоугольная новинка Sony, обновление камеры Nikon Z, объективы Zenith, дополнительная информация о Canon R3 и не только. Друзья, напоминаю, что в Москве вчера началась выставка фотофорум. Наш автор Алексей Компанец уже провёл свой мастер-класс по стрит-съёмке, а завтра в субботу начнётся мастер-класс Игоря Сахарова, на котором он поделится секретами предметной съёмки. К слову говоря, в этот раз организаторы обеспечили ещё и онлайн-трансляцию своих мероприятий, так что желающие могут воспользоваться этим сервисом по ссылке в описании и всё увидеть дистанционно. Компания Tamron анонсировала два объектива для камер с байонетом Sony E. Светосильный сверхширокоугольный APS-C Zoom от 11 до 20 мм f2.8 DI третьей модели ARXD и полнокадровый 150-500 мм от f5 до 6,7 DI третьей модели VC-VXD. Первый объектив состоит из 12 элементов в 10 группах, включая два сферических элемента, один элемент со сверхнизкой дисперсией и два элемента с низкой дисперсией. Для снижения бликов и засветок служит специальное покрытие. Минимальная дистанция съёмки 15 см при минимальном фокусном и 24 см при максимальном фокусном расстоянии. Второй объектив состоит из 25 элементов в 16 группах, включая один элемент со сверхнизкой дисперсией, 5 элементов с низкой дисперсией и два гибридных асферических элементов. Диафрагма также семилепестковая, минимальная дистанция фокусировки составляет 60 см на более коротком фокусном и 1,8 м на максимальном фокусном расстоянии. Есть механизм блокировки зума, кронштейн для установки на штатив совместный с Arco Swiss, также, конечно, есть бленды в комплекте. Что же по ценам? За сверхширокоугольный зум придётся выложить в 830 долларов, а за второй объектив – 1400. Поставки оптики ожидаются этим летом. В прошлом году выставка фотокина была отменена, но с какой-то вялой оговоркой – приостановлена до дальнейшего уведомления. Впрочем, очевидно, что центральная тростлевая выставка нужна, и есть надежда, что сам бренд фотокина в каком-то виде вернётся на рынок в будущем. Но, похоже, немцы уже готовят замену в Гамбурге с 23 по 26 сентября текущего года под названием «Фотопия Хамбург» или «Фестиваль изображений». Пока неизвестно, сколько компаний зарегистрировалось на новое мероприятие, но уже объявлено, что продукты победителей по версии ассоциации TIPA, то есть типа, должны быть объявлены именно на Фотопия. На официальном сайте Фотопия пока нет исчерпывающей информации о том, что будет в итоге, если оно вообще будет. Но если им удастся получить в качестве участников и фотокомпании, то вполне можно претендовать на то, что они займут место фотокина. Так что будем следить за развитием новостей. Компания Sony анонсировала ультраширокоугольный объектив FE 14 мм F1.8. Поскольку передняя линза выпуклая, Sony предлагает вставлять фильтры перед байонетом. Для этого предусмотрена специальная прорезь. Компания также предоставляет шаблон для создания фильтров правильного размера и формы в коробке. Объектив имеет оптическую конструкцию из 14 элементов в 11 группах, в том числе один асферический и два экстремально асферических элемента, а также стекло AD со сверх-низкой дисперсией и стекло AD с приставкой Super для подавления хроматических аберраций. Покрытие Nano AR Coating 2 позволяет бороться с бликами и ореолами. Фокус-группа перемещается при помощи двух быстрых линейных моторов и компания обещает молниеносную фокусировку. Минимальное расстояние фокусировки до объектива составляет 25 см. Максимальное увеличение 0,1 см. Также имеется кольцо смены диафрагмы, которое способно работать как с щелчками, так и без них. Также есть переключатель автофокус-ручной фокус и настраиваемая кнопка удержания фокуса, на которую можно назначить другую функцию. Объектив защищен от атмосферных воздействий и имеет специальное второсодержащее покрытие на передней линзе, отталкивающее воду и грязь. В общем, объектив знатный. Компания Gatsen объявила о сборе средств для производства электронного монопода Moza Slypod Pro. По сравнению с предыдущими моделями, новая имеет больший рабочий отрезок движения, более высокую скорость самого движения, а также увеличенное время автономной работы. Moza Slypod 2 позволит видеоператорам создавать плавные движения камеры, используя автоматически выдвигающиеся телескопические трубки монопода. Работой монопода Slypod Pro можно управлять при помощи приложения Moza. Диапазон движения составляет 53 см, максимальная скорость перемещения 40 мм в секунду, минимальная 0,5 мм в секунду. Монопод способен двигать камеру в течение 4 часов, а чтобы полностью его зарядить, нужно тоже 4 часа. Монопод способен нести полезную нагрузку 2 кг при перемещении по горизонтали и 6 кг по вертикали. Так как компания Moza славится своими электронными стабилизаторами, то и монопод Slypod Pro будет способен работать с ними в дуэте. Монопод Slypod Pro на площадке Kickstarter первое время будет продаваться по цене 459 долларов, после чего цена будет плавно повышаться до 549. Выход на рынок обещается в начале лета 2021 года. Немного блиц новостей. Компания OM Digital Solution готовится к выпуску макрообъектива MZUIKO Digital AD 100 мм f2.8 IS Pro 2 к 1 и его должны официально представить в самое ближайшее время. В сети появились технические схемы моделей дрона, который, по мнению авторов ресурса DLS Drone, может быть DJI Mavic 3. Но какой-то более детальной информации пока что нет. К тому же DJI неделю назад нам показали свою новинку, это R2S, так что о третьем Mavic заикаться пока что рано. А компания Nikon в скором времени, а именно 26 апреля, представит новые прошивки для всех своих беззеркальных камер. Камеры Z50, Z6 и Z7 получат новую функцию сохранить положение фокуса. Камера Z6 добавок получит функцию записи голосовых заметок. Z5 получит более быструю работу автофокуса, в условиях недостаточной освещенности. Более новые камеры Z6 II и Z7 II также получат улучшенную производительность автофокуса. Новые прошивки уже скоро можно будет скачать на официальной странице сайта производителя. На российский рынок выходят четыре модели объективов Zenitar. Это Zenitar 1,5-50 мм, Zenitar 2-35 мм, Zenitar 2,8-60 мм Macro и Selena 1,9-58 мм. Представители компании пообещали, что в 2021 году КМЗ выпустит 7 объективов для Sony, Nikon, Canon и Leica. Скоро потянутся и остальные три. Объективы Zenitar 1,5-50 мм и Zenitar 2-35 мм рассчитаны для байонета Sony E. Selena 1,9-58 мм выпускается в вариантах для Canon и Nikon. А макрообъектив Zenitar 2,8-60 мм Macro оснащен электронной управляемой диафрагмой и позволяет вести съемку мелких объектов в масштабе 1 к 1. И он также под байонеты Canon и Nikon. Мне уже любопытно, увижу ли я эти объективы у кого-то на тушках Canon, Nikon или Sony. Не так давно компания Canon объявила о разработке камеры, призванной восхитить наши умы и напугать наши кошельки. А ведь не все еще после Sony Alpha 1 отошли. Логично, что сеть постепенно наполняется слухами и спецификациями. И вот очередная порция. Хотя, погодите, сначала что уже известно? А известно, что у камеры будет датчик CMOS BSI, процессор Digic X. Она сможет снимать серию до 30 кадров в секунду с автофокусом и автоэкспозицией. Функция управления автофокусом за счет глаза и герметичный корпус. И вот, что к этому добавилось. 45-мегапиксельный датчик с технологией PixelShift. Следующий эволюционный виток Dual Pixel Auto Focus – это Quad Pixel Auto Focus. Возможно съемки до 60 кадров в секунду с этим самым автофокусом. Не уточняется, что это за 60 кадров в секунду. Это видеосъемка или фотосъемка по принципу 4К фото у Panasonic или ProCapture у Olympus. С механическим затвором камера будет выдавать 20 кадров в секунду, а с электронным – до 30 кадров в секунду. Новая система баланса белого – 8К до 30P RAW. И в общем-то на этом все. И по спецификациям, и по новостям. Ах да, забыл сказать, скоро на канале выйдет видео, где я на примере двух моделей вспышек Godox проведу две небольшие съемки. В одном случае вспышка будет дополнять естественный свет, а во втором – отсекать его. Конечно же, озвучу важные моменты по работе со вспышками для начинающих. Думаю, будет полезно. В общем, буду рад, если оцените. И также оцените данное видео лайком или дизлайком, как сами сочтете нужным. Желаю всем отличных и солнечных выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok